Маленькие вперёд! Я с вами маленький! Музыка и угощения здесь на протяжении всего лета. Весело всем, а главное не скучно детям. Артисты сочинской филармонии на этой площадке частые гости. Здесь проходят спектакли, танцы и даже мастер-классы по вокалу. Эта территория закреплена за управлением культуры и пользуется популярностью у ребят со всей верхней Лысой горы. Мы приглашаем детей в зимний театр, в органный зал. То есть они посещают детские спектакли. Так же самое с детьми посещаем музеи. Практически все музеи города Сочи мы охватили. Библиотеки посещаем. Дети с других площадок даже приходят именно сюда, на площадку, потому что им нравится. Им нравится, что с ними занимаются, что с ними работают. Тем более они познают искусство, культуру. На этот раз в гости к ребятам приехал театр кукол «Саквояж». Руководитель коллектива «Роман Соколовский» с актёрами активно участвует во всех социальных мероприятиях города. Перед спектаклем детям рассказали о театре и научили о замуправлении перчаточными куклами. А теперь на большой пальчик надеваем ручку, да, и на мизинчик надеваем. Снова поднимай над головой. Вот так. Поаплодируйте Соне, друзья! Это не единственная площадка, где летом организован детский досуг. Всего по городу их 147, и каждая закреплена за сотрудниками управления культуры, образования, молодежной политики и департамента спорта. Поэтому и досуг получается разнообразный. На улице Рос, к примеру, активно готовились встречать чемпионат мира по практической стрельбе и учились стрелять из спортивного оружия. А в микрорайоне КСМ взяли шество над клумбами и газонами. Детям подарили лейки и рассказали, как правильно помочь растениям пережить жаркое лето. А самих ребят в жаркие дни водят на пляж. В этом году глава Сочи Анатолий Пахомов поручил педагогам и тренерам организовать вечерние поездки на море. Многих детей родители летом активно работают, и получается, что юные сочинцы море видят редко. Теперь же на оборудованных городских пляжах выделены особые детские зоны для купания. За детьми следят спасатели и медработник. 30 августа на площади Флага пройдет городской фестиваль «Лето на отлично», где подведут итоги летней детской оздоровительной кампании. В городе более 65 тысяч детей. У нас примерно организованными формами детьми охвачено где-то 35-36 тысяч обычно бывает традиционно. А вот эти площадки, которые по инициативе главы были открыты, они являются, ну я не знаю, палочкой-выручалочкой для нас, для всех, потому что дети заняты действительно разных категорий, разных возрастов. Помимо развлечений, ребята на площадках получают и знания. Здесь им рассказывают о так называемом детском законе, о пожарной безопасности, проводят встречи с интересными людьми и преподают английский язык. Также кураторы занимаются вопросом патриотического воспитания. И пример Сочи уже взяли на вооружение многие города нашей страны. Татьяна Говоркова, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.